Язычество Ни христиане не смогли укорениться на этом острове, ни мусульмане, хотя все острова вокруг, в основном, это мусульманские, а этот остров остался языческим. Я был поражен наличием храмов, разных статуй, разных символов, которые находятся на этом острове. Почти в каждом доме коренных жителей находится алтарь с разными страшными существами, которым четыре раза в день они приносят разные подношения. Это может быть тарелочка с едой, какой-то благовоний, курица там, и все это направлено на то, чтобы эти страшные животные, они отпугивали злых духов, которые, ну вот так и норовят влезть в этот дом. На каждой улице, большая ли это дорога или маленькая улочка, вы очень часто можете встретить ворота. Очень красиво сделано, вообще все статуи эти, насколько, ну не то что качественно, искусно это все вырезано, если это из камня или из дерева. Я просто поражался технологией и мастерству. И все эти ворота, они тоже призваны защищать людей, или это улицу, от злых духов. Очень много праздников есть в году, практически каждый день есть какой-то религиозный праздник, но один раз в году у них есть праздник, он называется День молчания. Весь остров замирает, везде выключают свет, перестают работать все магазины, даже аэропорт на этот день закрывается. Все должны находиться в домах в абсолютной тишине, потому что считается, что в этот день все эти злые духи пролетают над островом, и чтобы шум и свет не привлек их внимание, они вот находятся в таком состоянии. Даже если вы турист, не исповедуете все эти взгляды, то и вы должны придерживаться этих правил. Вы можете включить только какую-то там настольную лампу, потому что если света будет слишком много, к вам подойдут, постучат в окно и попросят, чтобы вы притушили свет, или если слишком громко кто-то говорит, то чтобы вы убавили звук. Я ходил по всем этим улицам, мы проехались по этому острову, я смотрел на это все как христианин, который знает, что Библия пишет о идолопоклонстве, и думал, как же этим людям объяснить о том, что все это, ну по большому счету, бессмысленно. Все эти страхи, они напрасны, и все то, что они делают, это же не помогает решить эту проблему. Главная проблема в том, что в этой религии принцип такой, надо наладить отношения со всеми духами, и с хорошими, и с плохими. Ты не должен встать на чью-то сторону, ты просто должен выдержать баланс. Это очень схоже с восточными религиями, где есть инь, янь, черные и белые. Главное, чтобы была равномерная пропорция, и тогда будет баланс в природе, в мире, в жизни и все, и везде. Но это означает, что такие проблемы, как стардание, болезни, старение, смерть, они, всю историю человечества, будут неотъемлемой частью человечества. Там нету решения проблемы вот этой, как мы говорим, проблемы греха, а вместе с этим и всех последствий, которым грех привел, как я уже сказал, болезни, страдания, смерть и так далее. Но в то же время люди невероятно добрые, невероятно терпеливые. Мне пришлось впервые в жизни поездить там на мотоцикле, ну такой, как мы, мотороллер такой. Вы бы видели, как люди там ездят. Это мало того, что ездить на мотоцикле. Где ездить? Там, знаете как, так как у нас одна полоса на дороге, так там вся дорога. И вот на этой дороге, когда две машины встречаются, едут все очень медленно машины. 30 километров в час. Потому что очень много поворотов и километров, не миль. Очень много поворотов и очень узкие дороги. Когда встречаются две машины, то они съезжают прямо на обочину, чтобы можно было разъехаться. И между этими машинами везде едут мотороллеры. Мотороллеры это главное средство передвижения. И вот я привык там дистанцию какую-то держать, потому что надо как-то сориентироваться, куда тебе или как повернуть. И как только ты сделал какую-то дистанцию, сразу же перед тобой несколько вот таких участников дорожного движения влезли. И все, и ты уже не знаешь, куда, что дальше делать с этим всем. Но интересно, что и вот все так ездят. Справа обгоняют, слева правил практически никаких нет. Но никто ни на кого не ругается. Что кто-то кого-то подрезал или вклинился. И когда уже мне некуда деваться. Знаете, когда ты знаешь дорогу, знаешь куда едешь. Ну едешь медленно, ну окей, едешь медленно. Но когда ты едешь за кем-то, и они проехали, а ты не успел, и ты ищешь то окошечко, как туда втиснуться, то тебе тоже приходится ездить так, как они. И никто ни разу не сказал, куда ты влез. Что ты тут вообще делаешь. То есть люди очень добрые. А вот сама религия, атмосфера вот такая. Около 40% их дохода они тратят на эти подношения, на все эти курения, храмы, которые они строят и вот эти все, ну все, что связано с этими ритуалами. Хотя уровень жизни очень низкий. В среднем помощник на стройке зарабатывает 6 долларов в день. Средняя зарплата 100-150 долларов в месяц. То есть вы можете себе представить, какой уровень жизни. Но повторюсь, вернусь к той мысли, которую я сказал. Я смотрел на все это и думал, как же решить эту проблему. Главное, что они-то этой проблемы не видят. Они считают, что так и должно быть. Но вот такая жизнь. И ничего с этим не сделаешь. И когда очередной раз ты с этим всем сталкиваешься, невольно на память переходят слова из Священного Писания, которые говорят об идолопоклонстве и о том, что это такое и куда оно ведет. Когда мы читаем с вами книгу пророка Исаии, там есть 44-я глава, в которой Бог, ну или там написано от первого лица. То есть обращение Бога к человечеству, к людям, как раз вот в этом разрезе. Это достаточно большой отрывок, но я бы хотел его вместе с вами прочитать. Написано так, это с 4-го стиха, 44-я глава книги пророка Исаии. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель Его. «Господь сил, я первый и я последний. Кроме меня нет Бога. И кто мне подобен? Пусть Он даст знать об этом. Пусть возвестит и изложит мне все по порядку, что произошло с тех пор, как я создал мой древний народ. И что произойдет в будущем, пусть Он предскажет грядущее. «Не дрожите, не бойтесь. Разве я издревле не возвещал и не предсказывал вам все? Вы мои свидетели. Разве кроме меня есть Бог? Нет другой скалы, ни одной не знаю. Все, кто делает идолов, ничтожество. И вещи, которыми они дорожат, не приносят никакой пользы. Их свидетели не видят и не понимают. Поэтому они будут опозорены. Кто там делает Бога и отливает идола, который не может принести никакой пользы? Все его приверженцы непременно будут опозорены. Ремесленники всего лишь люди. Пусть все они соберутся и встанут. Они ужаснутся и будут опозорены. Кузнец берет орудие и работает на углях. Обрабатывает болванку молотами и кует его силой своих мышц. Кузнец становится голоден, и силы его покидают. Он не пьет воду и изнемогает. Плотник измеряет меркой и размечает острым орудием. Он обтесывает его резцами и округляет его. Он делает его по образу человека, с человеческой красотой, чтобы поставить в святилище. Он рубит себе кедры или выбирает кипарисы или дуб и позволяет ему расти среди деревьев леса. Он сажает лавровое дерево и дождь питает его. Потом это идет на топливо. Часть его он берет и обогревается. Он разжигает огонь и печет хлеб. А из другой части он делает Бога и поклоняется ему. Делает идола и простирается перед ним. Половину дерева он сжигает и готовит на нем пищу, жарит мясо и наедается до сыта. Он греется и говорит, я согрелся, почувствовал огонь. А из того, что осталось, он делает Бога, своего идола. Он простирается перед ним и поклоняется ему. Он молится ему и говорит, спаси меня, ведь ты мой Бог. Они ничего не знают и ничего не понимают. Их глаза закрыты, как и их умы. И поэтому они не смогут понять. Никто не задумывается. Нет ни знания, ни понимания, чтобы сказать, половину этого я сжег и спек на углях лепешки, зажарил мясо и поел. Стану ли я делать из остатка омерзительную вещь? Стану ли поклоняться куску дерева? Он словно гоняется за пылью. Обманутый разум сбил его с пути. Он не может спасти себя или сказать, разве то, что в моей правой руке не ложь? Бог старается достучаться до сознания человека и сказать, гей, ну посмотри логически. Ты сделал эту статую своими руками, будь то из железа или из дерева. Ты сделал ее похожим на человека. И действительно, все эти существа, которые там находятся на этом острове, они, то есть разные части из разных животных, и это все соединено еще и с образом человека. То есть это все из мира, в котором мы живем. И вот Бог говорит, логический вопрос, ты сделал это своими руками, и ты же называешь это Богом? Как это может тебе помочь? Как это может тебя спасти? Как это может решить те проблемы, с которыми ты сталкиваешься каждый день? Для нас это настолько чуждо и непонятно, я бы по-другому сказал, дико. Но люди в этом всем пребывают. По сегодняшний день. Хотя вроде мы живем в 21 веке. Телефоны, смартфоны, и я удивлялся там еще одной вещи. GPS-навигации. Она водит всеми этими улочками, такими порою, что я бы не риснул вообще пешком туда пройти, а оказывается, эта дорога, по ней можно проехать, и GPS тебя ведет. То есть там есть технологический прогресс, и при всем этом люди считают, что если ты выключил свет и молчишь, то злые духи в твой дом не зайдут. Это парадокс. Когда я смотрю с точки зрения христианства, на это все я понимаю, какое преимущество есть у тех людей, которые знают, знают, что ну не может так быть все устроено в этом мире. Должно быть что-то большее. Но знаете, что интересно? Я смотрел на этих всех людей и задался вопросом, а как нас воспринимают те люди, которые не вовлечены вот в эти взаимоотношениях с Богом так сильно, как мы? У меня была возможность познакомиться там, хотя о одной паре я чуть позже скажу, но еще с некоторыми людьми, которые, ну, я бы не сказал, что они атеисты, но они так, очень издалека вот в их отношении к Богу, к религии и так далее. Но они с большим уважением отнеслись там к нам, к нашим взглядам, и они даже там друг с другом между собой разговаривают, говорят, ой, вы знаете, там сегодня суббота, они там ничего не покупают, они стараются там не заниматься такими вещами, поэтому мы тоже не будем. А я смотрел на это все и думал, чем отличается моя религия для этих людей по сравнению с религией этих язычников для меня? Я смотрю на все ритуалы этих язычников, и я смотрю, что это вообще смысла никакого не имеет. Зачем это все? Какая-то форма, традиция, знаете, это как бизнес между Богом и человеком. Я тебе, Боже, а ты мне. Вот я тебе подношение, а ты просто не трогай меня. Голоден? Вот тут, покушай у этого алтаря, но, пожалуйста, дальше не заходи. Мне проблемы не нужны. И когда эти люди начали говорить о моем отношении к субботе, у меня появилась мысль, что, конечно, верно, я это воспринимаю точно так же, что есть у меня какие-то традиции, какие-то правила непонятные для чего, и я им следую, вот чем тогда я отличаюсь от тех язычников, которые поклоняются идолам в глазах вот этого человека. И я подумал, как же им объяснить, что это все не так? Что для меня это не форма, не просто обряд, который я должен исполнить. Вот это я делаю, это я не делаю. Это не для того, чтобы задобрить моего Бога, или чтобы Он там благословил меня, или наоборот, не мешался в мою жизнь, не присылал туда каких-то проблем. Это совсем по-другому. И я начал им рассказывать, что вы знаете, для нас заповедь о субботе, это не просто какая-то форма, которой я должен придержаться, это что-то большее. Ну вот вы, почему в субботу ничего не делаете? Ну, это в общем сказано, да? Почему стараетесь соблюсти субботу святой, как написано в Библии, да? Что это для вас означает? Что вы этим хотите сказать? Богу или людям? Вы понимаете, насколько это сложно понять человека, который не вовлечен вот в это все? Я когда смотрю на наше взаимоотношение с Богом и на нашего Бога, это совсем по-другому, чем то, что я видел на этом острове. Я хочу прям прочитать то, какие мысли мне приходили в голову тогда. Наш Бог это живой Бог. Это тот, который хочет строить отношения со мной лично. Тот, который вникает в мои проблемы и переживания. Тот, который готов давать ответы на те вопросы, которые меня волнуют. Я смотрю, например, на Авраама. Давайте, небольшая иллюстрация с его жизни. Бог дает Аврааму повеление выйди из Ура Халдейского и я благословлю тебя. Я отдам тебе всю землю во владении твоей. Авраам подумал, а что бы и нет. Ур Халдейский, конечно, был очень развитый на то время город, но все равно это пустыня, пыль, ну то есть климат не очень хороший. То, что он был в очень ну месте таком расположенном, где были все эти караванные пути и поэтому он развивался и процветал, но чисто, если говорить по погоде, по климатическим условиям, он не был очень хороший. Это был далеко не рай. А тут земля, которая течет молоком и медом. Дил? Почему бы нет? На этом этапе можно так сказать. Эти отношения были такие, но когда Авраам идет дальше, он соглашается, Бог углубляет эти отношения. Он не просто говорит, о, окей, ты мне, я тебе. Так у язычников, как я уже сказал. А Бог говорит, слушай, Авраам, ты знаешь, я бы хотел, чтобы твоя жизнь была святой жизнью. Помните, Бог говорит, будь свят. это уже что-то другое, это не просто, ладно, ты сказал не выйти, но я вышел, там еще было повеление, пройди землю вдоль и поперек, ну, прошел, осмотрел, хорошая земля, а тут ты уже хочешь, чтобы я был святый, это ты уже заходишь на мою личную территорию. Но Авраам соглашается. Богу это и нравилось, что Авраам сразу соглашался. Но наступает такой момент, когда Бог говорит Аврааму еще одну деталь. Он говорит, я хочу, чтобы ты сделал обрезание себе и всем мужчинам в своем доме. Это совсем личная территория. Может, Авраам до конца даже не понимал, почему это было условием завета между Богом и Ним. Но Авраам это делает. И знаете, что главное, он делает в тот же день, когда Бог ему это сказал. А потом наступает момент, когда Бог говорит Аврааму, я хочу, чтобы ты своего сына принес в жертву. И это было еще сложнее. Ладно, когда это касалось самого Авраама, но теперь это касается ребенка, в котором было отчаяние всей его жизни. Вы знаете, что он родился, когда Аврааму было сто лет. Сто лет он ждал рождения этого ребенка. И вот он теперь видит, как он подрос, ему где-то лет шестнадцать возмужал. Он видит, вот это будущее. И теперь Бог говорит, что ты должен это перенести в жертву. Тем более, куда, Боже, что? Жертву? Так это же вообще вопреки всему тому, чего ты меня учил на протяжении всей моей жизни. Это настолько лично. И когда Авраам приходит на эту гору моря для того, чтобы сделать то, что сказал Господь, и поднимает руку свою над сыном, чтобы забрать его жизнь, Господь его останавливает. И говорит, теперь я понял, что для тебя нет ничего важнее, чем я. И я хочу, чтобы ты знал все то, что произошло в твоей жизни, это все то, что произойдет в моей. Я остановил твою руку, чтобы ты не забрал жизнь у своего сына. Но однажды я отдам жертву своего сына. И никто эту руку не остановит. Ты оставил свой дом, для того, чтобы получить что-то лучшее, а я оставлю небеса, чтобы сойти в твой дом, чтобы это лучшее у тебя была возможность получить. То есть, этот Бог, он настолько, как это правильно сказать, личностный, он настолько глубоко касается моей жизни, он настолько глубоко входит в эти взаимоотношения, что это не просто истукан какой-то, который где-то там стоит, и мне надо совершить обряд, чтобы все было хорошо. И когда этот Бог говорит мне, что, ты знаешь, я отделил субботу для особенного общения с тобой, я понимаю, что это не может быть просто формой, это не может быть просто обрядом, церемонии, которую я совершаю, каким-то правилом, что вот это я делаю, а это я не делаю. Нет, это мои отношения с Богом, и если Он приходит сегодня, чтобы встретиться со мной, для меня это что-то большее, чем просто ничего не делание. Это построение отношений. Мой Бог, Он живой Бог. Он, с одной стороны, всемогущий и всесильный, наполняющий всю вселенную, а с другой стороны, тот, кто хочет строить с человеком личные взаимоотношения. Именно Он ищет человека в первую очередь, а не наоборот. Именно Он является инициатором нашего спасения и благословения, а не мы должны искать и задобрять Его. Все, что происходит в языческом мире, это, как я уже сказал, своего рода бизнес человека с Богом. Вот тебе, Боже, подношение, а ты меня не трогай. Они стараются купить, как я уже сказал, расположение Бога к себе, в отношении же с живым Богом. Когда мы говорим о каких-то правилах или принципах, обязательных для исполнения, то, скорее всего, это правила и принципы, которые являются основанием благополучия. Ну, к примеру, когда Бог говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Кому от этого хорошо? Да мне от этого и хорошо. Понимаете? То есть, это не какой-то ритуал, который должен Богу сделать хорошо. Или заповедь, не прелюбодействуй, или не убивай, или не обманывай. Кому от этого хорошо? Да мне же, повторюсь, от этого и хорошо. То есть, это не какие-то бессмысленные правила и принципы, которые непонятно для чего даны. В наших взаимоотношениях с Богом есть здравый смысл и логика кроме веры. Во язычестве этого всего нет. Вот в чем преимущество веры в живого Бога над верой в духов, истуканов, в разных других богов. Но, как я уже сказал, там была еще одна пара, с которой нам посчастливилось познакомиться. Они были тоже родом из Украины, но уже два года живут на этом острове. Я обмолвился уже, что они тоже не были слишком вовлечены в религию, но и не были атеистами. Они как бы слушали и о Боге, но им было интересно и смотреть на все то, что происходит на этом острове. Они старались это все понять, как-то переоценить, для себя принять. Я скажу вам, что очень многие люди ездят на такие острова, чтобы получить просветление. Есть такой мысль. И там было видно, как люди совсем с других национальностей, они тоже, там у них есть такая традиция рис, во время ритуалов они там каким-то образом приклеивается им к челу или там к вискам или тут на шее. То есть видно, что люди совершали какой-то обряд только что. И видно, как вот наши такие европейцы просвещенные тоже там ходят среди всех этих местных жителей. И вот эти люди, они тоже старались понять или найти смысл во всем этом. Но в ходе разговора, у нас сложилась такая достаточно долгая беседа. Я даже чуть-чуть корил себя, потому что мы начали грехопадемии и закончили озером огненным за один от коротких трезок времени. Наверное, это было слишком много информации, но я для себя нашел оправдание, что, ну, кто знает, может, я с ними и не встречусь уже больше. Так что надо все Евангелие, весь план спасения за полчаса предоставить. Но мысль главная, которую они доносили, она была следующей. Может, Бог это вообще какой-то инопланетянин, который пришел на эту землю, зародил тут жизнь и оставил человека. И человек, проходя через все эти войны, боли, страдания, смерть, он должен прийти к... Потому что мы же говорили там о новой земле, о новом Иерусалиме, и они говорят, что человек через все эти страдания должен прийти вот к этому просветлению, к этой святости. И потом этот наш прародитель, инопланетянин придет и заберет нас в то какой-то новый Иерусалим или как он там будет называть, чтобы мы там пребывали с ними. То есть главная идея, что человечество должно понять, что тот путь, которым оно идет, это неправильный путь, осознать это, остановиться и начать вот белую линию жизни во взаимоотношениях с природой, друг с другом и так далее. И я, когда слушал все это, я не дискутировал на тему Бога-инопланетянина, потому что отчасти, может, они и правы, но Бог же точно не с этой земли. Значит, инопланетянин. Ну, как бы, какая-то логика есть в этом всем. Но главная тема, которая меня тут затронула, это возможность человека преодолеть то зло, которое тут в этом мире существует, в котором он живет, и построить вот это царство, я бы так это назвал, где уже не будет греха, страданий и последствий этого греха. Но, конечно же, когда я над этим всем раздумывал или размышлял, то невольно я вспомнил другие тексты из Священного Писания. Книга Прока Еремии, 13 глава, 23 стих. Тут написано, «Может ли кушит изменить цвет своей кожи, а леопард свои пятна? Так и вы не способны творить добро, приучившись злодействовать», говорит Господь. Еще один текст, это Псалом 13, 2 и 3 стихи. «Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающие, ищущие Бога». И вот какой итог. Все сбились с пути, все как один, развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. И еще один текст, который меня заставил над этим всем размышлять, это очень известное место из Библии, книга Бытие, 2 глава, после грехопадения, вернее и так, это еще до грехопадения, Бог, общаясь с Адамом, говорит ему, «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь». Если бы у человечества была возможность исправиться каким-то другим путем или решить проблему греха и последствий, то есть смерть, болезнь, страдания, решить каким-то другим путем, то Бог, наверное, бы сказал, если ты съешь плод с этого дерева, то все человечество будет обречено на тысячи или миллионы лет страданий, пока оно не очистится и вновь не сможет вернуться вот к этим истокам. Но Бог говорит, что последствия только одно – смерть. это означает, что по большому счету у человека нету пути решения проблемы греха своими силами. Если вы помните историю, то на самом деле человечество уже не раз пробовало создать идеальные общества. Вы вспомните только лозунги из нашего бывшего Советского Союза, кто еще помнит? Они все были о мире. Вы помните? Вот 9 мая, мы за мир, а мир за нас. Но там дальше что? Кто против мира, тот против нас. С одной стороны, мы говорили о мире, мы говорили, там лозунги «нет войне», но с другой стороны, миллиарды рублей вкладывали в гонку вооружения. И сотни тысяч людей были сосланы в разные концлагеря, потому что они не разделяли точки зрения коммунистической партии и ее руководителей. Но цель была какая? Построить светлое будущее, идеальное общество. Вы знаете, что даже существует термин, вот для тех, кто стремится, или термин, который определяет вот это идеальное общество. И он называется утопия. Ничего вас не смущает, да? Говорят, это утопическая идея. Утопическая это означает, что она неосуществима. Это невозможно сделать. Сколько бы человечество ни старалось, оно не может это сделать. И знаете почему? Потому что по большому счету, когда мы читаем Священное Писание и понимаем, что произошло между Богом и Адамом в момент грехопадения, то одно из определений грех, это означает разрыв. То есть произошел разрыв между Богом и человеком. Заметьте, что этически хорошо воспитанных людей в этом мире есть очень много, которые хорошо себя ведут, внимательны, как я сказал, на этом острове люди все очень добрые, возможно добрее, чем мы христиане тут в нашем обществе. Потому что когда тебя кто-то подрезал, ты уже сигналишь, злишься, выходишь из себя, шошься таки, давиньки права купе и так далее. А там люди реагируют совсем по-другому. Но вы же понимаете, что каким бы добрым ты не был, ты не можешь решить, как я уже сказал, проблему болезни, старения, смерти, греха. Мы не можем на это повлиять. Но с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что мы с вами добры в таких или иных случаях только лишь потому, что принципы библейские, которые все равно в обществе есть, из поколения в поколение, они где-то еще работают. По большому счету, человек становится добрым или хорошим только лишь тогда, когда приближается к Богу или к библейским принципам. Ведь, ну, по большому счету, когда мы говорим, что даже в обществе мама учит ребенка неверующая вообще ребенка не воровать. Я уже говорил сегодня об этом. Она откуда взяла, что воровать это плохо? Где эта идея у нее появилась? И если она будет копать или если мы все будем копать, то мы придем максимум к Ною, нашему прародителю, которого Бог избрал из всего общества. Почему? Потому что он был достойнее всего. То есть он строил отношения с Богом. И эти принципы отношений с Богом он передавал своим детям, отец, внукам. Да, где-то это осталось в большей мере, где-то это больше затерялось, но это все оттуда идет. Все доброе, что есть во мне и вас, оно по большому счету исходит от Бога. И чем ближе теперь человек возвращается к Богу, тем добрее он становится. И нету другого пути, друзья. Мы можем быть добрыми без Бога только для каких-то корыстных целей, как бы это сегодня не звучало. Вот вы замечаете, что вы на работе намного добрее, чем дома. Почему? Потому что вам платят зарплату. Начните проявлять те качества или те эмоции, которые вы порой проявляете по отношению к жене или к мужу, вас сразу же уволят. Поэтому мы добрее там. Мы намного добрее в церкви, чем дома. Почему? Ну это же репутация наша. Я что-то не могу быть самим собой. Я тут должен быть таким, каким я должен быть, а дома я могу расслабиться. И жена должна меня любить таким, как я есть на самом деле. А члены церкви нет. Они должны меня видеть только с другой стороны. Мы даже по отношению друг к другу, к самым близким людям, мы добры, потому что мы чего-то от них хотим. Вот когда ребенок хочет чего-то от папы или от мамы, ой, какой он добрый. Он попылесосит, посуду помыть. Да конечно, без проблем. Только мам, я сегодня вечером хочу погулять пойти. Можно я там до 11, а не в 9 вернусь? Все понятно. Я думаю, что такое хорошее сегодня? Что случилось? То есть мы проявляем добро, если не говорим о Боге, только из-за какой-то выгоды или корысти. Будь то финансовое вознаграждение эмоциональное или в любом другом виде. Но когда мы приходим к Богу, мы меняемся, потому что понимаем, что это правильно. И даже если меня никто не видит, даже если мне за это ничего не заплатят, даже если не будет никакого вознаграждения, я делаю это, потому что это правильно. И когда меня заставляют делать что-то другое, то я готов жизнь свою положить, но я это не сделаю, потому что это неправильно. Понимаете, о чем я говорю? Только когда мы приближаемся к Богу, только тогда мы по-настоящему становимся добрыми людьми. Но все равно решить проблему этой пропасти между человеком и Богом, которая была создана через грехопадение, человек сам не может. Он не может построить этот мост между ним и Богом. Но вот кто может это сделать, так это Бог. И Он это делает. Мы читаем с вами в послании апостола Павла к римлянам, 6 главе 23 стихе, ведь плата за грех смерть, а дар Божий вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Христос стал тем мостом, который соединил грешного человека и святого Бога. И тут очень интересно сказано, что жизнь вечная в единении с Иисусом Христом. Когда мы соединяемся с Иисусом Христом, когда мы принимаем Его как нашего Господа и Спасителя, Он снимает с нас наши грехи и наделяет нас своей праведностью. И теперь уже мы оправданные Иисусом Христом приходим в присутствие Божье. И это то главное измерение, которое происходит в нашей с вами жизни. Это то, что и позволяет нам вернуться вот в ту обитель небесную, которая когда-то была нами потеряна. Христианство отличается от атеизма или язычества тем, что тут есть решение проблемы греха. А это означает, что тут есть надежда на то, что страдания, болезни, смерть однажды закончатся навсегда. Это не решат ни инопланетяне, ни еще кто-то. потому что проблема не в том, что мы делаем плохие поступки. Проблема в том, что мы по природе грешные, а значит плохие. И чтобы это все поменять, надо поменять нашу природу. А поменять эту природу может только Бог. Поэтому на самом деле только в Боге и есть смысл жизни. Только в Боге, повторюсь, и есть решение всех тех проблем, с которыми мы порою сталкиваемся. Наша вера это не ритуал, хотя у нас есть и ритуалы. Это не обряд, хотя у нас есть и обряды. наша вера это отношение с живым Богом. Верою мы осознаем, что он в нашей жизни. Логикой мы понимаем, что все, что написано в Священном Писании это истина, потому что оно делает нашу жизнь лучше. Поэтому наблагословит нас Господь, чтобы это осознание и понимание никогда нас не покидало. Чтобы мы никогда не увлекались какими-то восточными философиями, потому что там нету жизни, там нету будущего. Ну и чтобы наши отношения с Богом не становились сухой формой, потому что в этом тоже жизни нету. Наблагословит нас Господь. Я приглашаю вас к молитве. Боже наш, я благодарен Тебе за Твою любовь и милость, которую Ты проявляешь каждому из нас. И это не просто слова, Боже, потому что мы понимаем, проснувшись сегодня утром, имея возможность прийти все вместе сюда, тут, на это место богослужения, мы оказались в числе тех немногих, кто смог это сделать. Смерть, болезни, войны, они делают свое дело на этой земле, но по милости Твоей мы еще живы перед лицом Твоим. И мы благодарны Тебе не только за то, что мы еще живы, но главное за то, что мы знаем, куда эта жизнь должна быть направлена. мы знаем, где решение тех проблем, с которыми человечество сегодня борется. И мы видим, Боже, что Ты со Своей стороны делаешь все, чтобы у нас был этот выбор стать на Твою сторону. Помоги, Господи, чтобы мы никогда не забывали, не забывали о наших отношениях, чтобы наша религия не стала сухой формой, но с другой стороны, чтобы мы не забывали, что Ты наш Бог и нету другого, кто бы так сильно любил нас и желал нашего спасения. Веди нас, Божьей рукой Твоею, Тебе да будет за все честь, слава и благодарение, Богу нашему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Сыну и Сыну и Сыну и Сыну.